Следующая большая тема. Передача данных. Скажите, пожалуйста, как мы передаем данные? Ну, дар откуда-куда. Из одной точки в другую, из точки А в точку, да. Они сединины как? Вот именно это я хотел бы узнать. Ну, они могут быть там в локальной сети или в лобальной. Если в локальной... Можно письмо написать? Ну, да, я знал руководителя, для которого электронная почта, это бискета в конверте. Сверхуешься. И по каким-то другим, да? Нет. Почтовый ящик, пускай везут. Почта России еще не все потеряла. Да, это же настоящее письмо. Это же легче украсть, чем взломать или кто-нибудь хочет. Ну, в общем, да. На бискету можно записать даже проблему. А, который повредит в пути, конечно, знаем. Ну, бискет вообще не самый задержанный. Хорошо, как мы можем реально соединить почтовых голубей, почтовых хомячков и почты России? Аптоволоконные такие. Хорошо. Аптоволоконные. Что еще можно придумать? Ну, обе эти точки, значит, как-то радиоволны. Хорошо, радио. Ну, довольно верно. Ну, мы тоже обсудим. Газета. Это Почта России. Это Почта России. Это не наш метод. Жизнь в лишних горахках. Да. Я считал, что у Почта России передавали данные и писали объединения в газете. С двоим смыслом. Тоже можно. Тоже можно. Кодами словами, но для соединения компьютеров это не самый хороший вариант. Ага, тем более, очень мало выигрыша информации. Выигрыша на газете специальный код. Ну, тоже. Ну, кстати, это совершенно серьезно делается. Вы знаете QR-коды, квадратики такие. Штрихами. Видали? Да. А, квадратик. Прочитать можно с помощью простейшего приложения в любом телефоне сейчас есть. Да, она еще не знает, что это. А там вот и разворачивается в нормальный текст. Да. Вот и что нет приложения. Вот и соединение компьютеров это не метод. И что, листик вверх кода, и потом бежать сканировать на другом компьютере? Через ветхаймеру? Те они чистки можно, но не нужно. Можно кольцовик придать. Ну, можно оба этих компьютера приключить к интернету и под шифроводовый канал и придавать данные. Ну, до шифрования мы еще не добрались. Интернет, а как можно соединиться? Кодник. Ну, взять там, как обычно. Провайдеры, сказать, ну, кем получаем все это. Ну, физические светы какие мы еще можем использовать? Кричать? Ну, можно, конечно. Ну, стоп, ламени и так далее. Ну, а дымом, азбуку можно, пацаны. Подавляющее большинство компьютеров в интернет приходит именно так. Как? Как. Как придется. Фазбук эмоций? Как приходит в интернет, подавляющее большинство домашних компьютеров? Ну, через проводок. Или через Wi-Fi. Ну, Wi-Fi это вариант правильный. Ну, там проводок, 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 проводок. Проводок с чем? Местный проводок. С интернетом. Ну, как бы. А на физическом уровне что это? Ну, там есть. Там внутри вот проводок, да, в МК. Там внутри 8 проводок. Ну, да, 8 проводок. А что внутри каждого проводка? Мед на стене. Медь. Обычный электрический провод. Медь. Обычный электрический провод. Я знаю, что нет. Электричество передает в старый митинг. На самом деле, серебро лучше передает электричество, но и серебро делает провода. Дороговатый? Да. Нет. Такой маленький вопрос из области химии, сопряженный. Ну? Где-то в начале-середине 90-х многие люди занимались бизнесом, скупая старые большие компьютеры. Ну, было много золота, серебра, и да. Где? А в материнской плате могут. Ну, там, в материнской плате, в процессор заплаты, переплавят на запчасти. Да, можно, если запчасти. Где использовались драгоценные металлы в основном? Ну, провода. Провода. Плавят. В контактах. В материнской плате там очень правильно, в контактах. Потому что соединений там было, не представляет, сколько там было механических соединений проводников. Если контакты не защищены от коррозии. Своем благородного металла, то коррозия очень быстро здесь выращивает всякую пакость. Причем самое интересное. Окись меди полупроводит. А, нет. Своем золото. Золото? Не серебра? Серебро отысляется. Знаете, что серебро чернеет? Да. О, серебра тоже не идеально проводит. Не дороговато, так думаю. А что делать? Ну, а золото, если царской водкой побрызают? Не участвовали в брызганной работающей компьютере царской водкой. Ну, какой-нибудь. Мы что-то не пробуем. Мы что-то не пробуем. Работники лаборатории решили. Вычислительные центры были обособлены от всех этих вещей. Больше того, опять небольшой экскурс в историю электропитания. Требования по качеству электропитания ваших компьютеров были совершенно запределены. В частности, они... Требовали АЭС от Земли? Нет. Они не то, что боялись ухода частоты или высокочастотных помех. Они сходили с ума. Естественно, у нас на входе идет финансовый, там какие-то более-менее высокие частоты прорвались. Системный блокчер, блок питания. Ну, системный блокчер, ВЛ. Мой первый компьютер в эту аудиторию бы не поместился. Заразно? Он физически бы сюда не поместился. Шкафы памяти, процессоры, консоль инженерная. Натопители точно не поместятся, их надо выносить в другую аудиторию. Вот. Он приходил в строй. Учитывая, что за три подказа, по-моему, в месяц, нас лишали премии, ситуация достаточно мерзкая. Каким образом боролись вот со всей этой применением? Ну, источник бескребойного питания, который корректирует. Источник бескребойного питания на потребление в десятки киловатт сам по себе решение нетривиальное. Тем более, которое иногда придаёт чистую синусульность. Подсказываю. С нестабильностью питания боролись с механическим методом. Били. Били по... Ну, если... Били по системе, ну, кого били. Ну, если без гармоника идёт с частотой 20-30, как вы собираетесь получать с такой способом? 20-30 тысяч ударов в минуту? Можно позвать всех работников отдела. Что делать? Ну, это не вариант. Таким образом, с помощью механики, можно справиться с нестабильностью электричества. Будет граниться. 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 Жёстко сделать. И что? Ну, чтобы они не... Как? Не знаю. Поставить... Железку. Железку, через которую электричество не пройдётся. Да. Ну, высокочастоты... Ну, магнит. Ну, да. Какими-то суперполупровидники, которые... Ну, это, опять же, не механика. Рейш. Ну, механика это вообще. Да. Версия ПЭКа. Версия ПЭКа. Ну, это электрический метод, если не механический. Можно собрать фильтры. Что механические? Там рычаги, что ли, стоящее там... Прерыватель можно. Прерыватель нам будет без компьютера. Тоже не здорово. Проложить провода по архименту? Ну, это вариант фильтра, да. Можно сделать, скажем, кольцефильтр с пропусканием броней. Можно. Но, опять же, на многие килобаты это решение то ещё. Не будет кусаться. Очень просто. Помогает инерция. Обычная механическая инерция. Каким образом мы получаем синусоидальное напряжение? Помните, я говорю? Нет. Я не помню. Ну, вы не помните. А кто-нибудь помнит, почему у нас чистый синусоид идёт? Вы делаете? Ну, так не нужна. М? Так не нужна. Нет. Так вот. Почему? Почему такой генератор вращается? Потому что мы используем вращательный генератор. Так вот. Вот эти вот беды исправляются очень просто. Ставится, как вы видите, это достаточно массивный ровно, естественно. И ставится генератор. Сюда мы получаем нашу грязную синусоиду. За счёт инерции мелкие искажения изглаживаются. Крутится вся эта сборка достаточно равномерно. Медовая нагрузка и чистая красивая синусоид. А если и на выходе получится плохая синусоид? А почему? У нас есть какая-то инерция. Мелкие возмущения не успевают внести вращение. А если возмущения большие? Ну, от отключения электричества во всём районе никто не застрахован. А вот от мелких текущих проблем это что-то вполне спасает. Больше того, за счёт механической инерции, моргания электричества, она проглатывает. Запаса энергии в обращающихся узлах хватает, чтобы проскочить. Ну вот, когда она начинает моргать полностью, отключение на полсекунды, на секунду, в принципе, компьютер продолжает работать. Такой вариант механического бесперебойника. Краткосрочный. Ну, очень краткосрочно. Полсекунды это, конечно, не так считается. Ну, только моргание это гораздо чаще, чем длительное отключение. Моргает и чаще, чем отключается он будет. А от моргания компьютер всё? Конечно. Современный компьютер может справиться, потому что в блоке питания у него здоровенный конденсатор. На запасе энергии в них он может проскочить моргание. А можно не проскочить? Надо уже считать конкретно. В блоке питания. А когда у вас потребление в киловатт, и поставить конденсатор требуемой ёмкости нереально. Тем более тогда, когда не было суперконденсатора. Так, блокно, радио, электроскутер. Основные методы у нас есть. Начнем мы, пожалуй, вот в таком порядке. Один, два, три. Другой доступ у нас тоже используют все эти каналы. Это так называемый физический уровень доступа. Электронная почта уже прикладной седьмой. Это так. Почему второй? Почему это разный? Первый? А, первый. Второй должен быть. Метод доступа. Кстати, я сейчас поговорю о поделом. Согласен? Итак, мы имеем медный провод. Нам нужно, чтобы источник послал какой-то сигнал. Однозначно принимаем приёмную. Как мы этого можем добиться эффекта? Что мы должны положить в провод с этой стороны? Проводник. Ну, проводник. Ну, проводник. Прям по нему двоичный ход. Просто двоичный ход, да? Ну, для начала. Хорошо. Вот так вот положил. Угу. А потом я его оттуда считаю. Потом его отсюда считаю. Замечательно. Как у нас соотносится вот это вот? Вот так вот. Вот это. Я нарисовываю нахуй. Так ли это? Ну, а ваш что? Ну, скорее всего, конечно, нет этого вопроса. Сопротивление. 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 Что ещё есть? Ну, нужно на входе просто, ну, ставить какую-нибудь коробочку, условно говоря, которая будет сигналы более красивыми делать. Ну, куда у вас более красивым, чем чистые прямоугольники? Ну, они же искажаются во время пути. Они искажаются. Это первый вариант искажения. Мы уже выяснили. У нас сопротивление обедает сколько? Так? Ну, да. Там процентов 5-9. Да. Ясно. Когда мы обсуждали параллельные и последовательные каналы передачи данных, так как мне говорят? Шаг в сторону. Почему перешли от параллельных систем к последовательным? Ну, да. Помните, раньше были такие параллельные шины к винчестерам шли? Ну, да. Сейчас серия в АТА. Сопротивление. Нет. Сопротивление. Мы можем сделать толстый проводник и иметь маленькое сопротивление. Это не повод переделывать стандарты. Они там, когда близко были, искажения были? Разные скорости распространения разных частот. Вот. Вот. Поскольку если разложить прямоугольную картинку в ряду фурье, мы получим набор синусоид. Огромный набор частот. Соответственно, высокие частоты у нас распространяются с несколько меньшей скоростью. Низкие частоты, огибающие вот это вот, у нас распространяются по скорости больше. В результате здесь мы получаем примерно такой вот разной картинки. Но зависит от длины проводника и от частоты. Ну, можно же на этой картинке получить, например, то, что было в ходе. А если, ну там, поставить еще какую-нибудь контрольную сумму, если где-нибудь есть повреждения, тогда мы говорим, пришли еще раз, а вось повезет. Ну, на вось повезет, надеяться не стоит, наверное. На низких частотах эта штука работает. Простая посылка прямоугольная картинка. Если у вас частоты растут, у вас какие проблемы возникают? Непрямые. Ну, во-первых, у нас начинает размазываться до полного неприличия. Во-вторых, какие моменты времени мы должны читать? Одинаково. В одинаково. Каким образом мы будем знать, что нам пора читать? Ну, смотри, смотрим, бежит единичка и начинает читать. Замечательно. На низких нуля начинается. Да, вот мы сидим, нам хотят присылать бесконечные последователи по бесконечности. Нам говорят, нам шлют там пять единиц, и это просто означает, что нам начинают посылать. После этого нули и ходят бесконечности. То есть вы хотите сказать, что пакет для начала синхронизации должен иметь особый формат? Ну да. Мы поняли, что пора читать. Да. Отлично. Почему бы нет? Совершенно верно, на самом деле. Все пакеты имеют заговорку. Ну да, да. Меня надо прочитать. Старт и последовательность. Поехали. А что мы получаем дальше? Вот у нас пришел старт, мы начали читать с какой-то одной и той же частотой. В каком мире мы живем? Блин. Какой-то странный вопрос. Мы мерили технологии, там, двадцать пять лет. Ну, это частный случай. Наполните Землю. Отлично. Ну примерно так. Чем характерен наш мир? Чем он отличается от того, что я в своем классе? У нас есть жизнь. Я живу. Есть иритация. Ну. Есть погода. Не тепло. Не идеальности. Не идеальности. Не идеальности. И еще, кстати, я пишу с чистотой такой-то. Замечательно. Ну, заголовок тогда можно описать. По паспорту у нас старт под минератор. Предположим, это у нас 25 Гц. По паспорту, ну, у нас одинаковые, предположим, сетевые платы. Больше того из одной серии, из одной коробки взятых. Положим. Ну, можно же сказать, что они одинаковые. А можно ли это сказать? Ну, один там, один здесь. Сказать-то можно. Сказать можно. Но будет ли это правда? Ну, можем надеяться. А существует ли вообще два одинаковых объекта? Вот именно. Их не существует. Все тактовые генераторы, мы приблизительно одинаковые параметры. Соответственно, надеяться на то, что длинная последовательность будет просчитана правильно, мы совершенно не можем. Потому что, смотрите, вот я… Ну, поэтому пишу контрольную сумму и всякие другие… Что контрольная сумма нам еще делать уже легко. Контрольная сумма – это уже потом. Вот смотрите. Вот я начал считать. Прочитал единицы. Правильно? Просто читал ноль. Ага. Ставь единицу. А ноль? А я не зимнул. Потому что у меня частота вот эта вот. Чуть-чуть загорается. Ну, все у нас там… Мы смотрим пакет. Смотрим пакет. Он плохой. На один ноль два единица может пропасть. Все, что угодно. То есть… Ну, тогда говорим. Пришли еще раз. Мы читать. А откуда мы это знаем? Ну… А нам надо разделить длинный пакет на несколько коротких или отбирать их череда? Может. Но чем короче пакет, тем больше так называемые накладные расходы. Смотрите. Ну, в смысле, потери будут. Ну, вот у нас такой вот набор. Мы начинаем отсчитывать. Ага. 1024 отсчета мы делаем. Ничего. Если мы хотим сделать покороче, чтобы вот такую ситуацию не влететь на более-менее длинном интервале, и делаем пакет, ну… по 24. Ну… Допустим, мы очень… Здесь на 2D расходы у нас уже получается вполне заметно. Итак, 1024, 924 раза по 4 прибавляется? Нет. На каждый пакет 1024 байка данного мы добавляем заголовок. Поехали считать. Мы вообще на каждый закрепляем заголовок. Да. Если мы используем короткие пакеты… То больше… …то вес этого заголовка получается гораздо больше. Когда мы отправляем, ну, 24. Ну, нужно поднять расходы. Что мы можем сделать с этими кодами, чтобы перестать бояться мелкого расхождения такого генератора? Мы можем заложить информацию о синхронизации чтения из физической среды в сам код, внутрь самого кода. Ну… Каким образом мы это можем сделать? Так называемые самосинхронизирующиеся коды. Что мы можем сделать? На что мы можем реагировать? Мы можем реагировать, как я или сам сейчас, на уровень сильного ноль или единицы. К сожалению, эта штука недостаточно информативная. Если у нас идет бесконечная последовательность единицы нули, ну, достаточно длинная. Как мы будем знать, в какой момент у нас происходит смена позиций? Никак. Правильно? Ну да. Мы можем надеяться только на наши картовые генераторы. У нас совпадают тени и записи. На что мы можем реагировать в сигнале? В самом сигнале? На ноль и единички. Ну, я рассказал, что мы не можем реагировать. Как мы можем закодировать сигнал, так, чтобы это посредством было прочитано именно как шесть нулей? Не семь, не пять. Что мы можем сделать? Нам нужно, каким-то образом, внести информацию о вот этом коммунансовом создавании в сам вот этот вот опыт, который мы посылаем в Ленинг. Ну, может быть, писать некую последовательность на сроке фигнейщиков в промежуток? Тогда расходы будут колоссальные. Ну, на самом деле, идея верная, но мы вернемся чуть позже. Нет, это действительно много получается. Если на три символа, два между ними. Короче, много. Нарисуйте идею. А? Нарисуйте идею. Нет, это не выгодно. Мы совершенно правильно идею высказали. Мыслить в правильный направлении. Но это не эффективно. Ну, вот, посмотри, как подойти к вопросу. На самом деле, есть решение. У нас есть некий базовый уровень оплата уровня сигнала, так? Мы можем сделать как? Мы можем кодировать импульсами различной полярности, находящимися в середине карты чтения. Вот у нас идет. То есть мы кодируем только, ну, плюс-минус. Мы там плюс это одиночка, минус это ноль. Импульс. У нас нет постоянной составляющей, на которой мы можем столкнуться. Мы сразу и однозначно видим, что если у нас пошел импульс вниз, потом возвращение вверх. Если у нас есть импульс вниз, потом возвращение вверх, это ноль. То есть мы здесь, на приемнике, просто-напросто смотрим, куда у нас идут броски. Считаем броски. В чем преимущество? Любая, сколь угодно длинная последовательность, содержится две информации о синхронизации тоже. Нам даже, в общем-то, на принимающей стороне не очень нужен тактовый генератор. Ну, конечно, мы немножко для других целей. Это хорошо. Что плохо? Нужно плюс-минус сделать. Нужно плюс-минус сделать. Да, во-первых, у нас три состояния получается. Что еще? А если мы пропустим какой-то ноль? Ну, окажется, слишком маленький. Слишком маленький часа. Ну, вот у нас он такого, да. Вот такое получится, вот так вот. И мы его пропустим. То есть слишком мало энергии в этом зубце, чтобы сработал приемник, да? Ну, да, да, он маленький. Амплитуда была? Ну, тут, скорее, не амплитуда, там, к другому работает. Не, он очень короткий. Энергия. Слишком короткий. Ну, наверное, да, это проблема. Это будет неисправностью передающего аппарата. Неисправность есть неисправность. Проблема в чем? Если у нас частота исследования информации где-то получается вот такая вот, огибающая. В три раза больше частоты. Чем выше частота, тем более спространение сигналов, тем больше сопротивление и так далее. Это достаточно неудобная и мешающая жить вещь. Опять же, опять же, если у нас здесь какие-то проблемы с шириной импульсов, со скважностью, у нас действительно могут возникнуть проблемы с шириной импульсами. Причем не только с маленьким всегда, но даже не столько с маленьким. Скорость большая. Когда могут случайно слиться практически два соседей с шириной импульса. Что можно сделать еще? Можно сделать так, чтобы информация кодировалась не импульсом, то есть не уровнем сигнала, а фактом перехода сигнала. Как это можно сделать? В простейшем варианте. Есть переход единица, нет перехода ноль. Есть переход единица, нет перехода ноль. Есть переход, есть переход. Информация у нас сидит вот здесь, вот она. Вот факт изменения состояния, факт изменения состояния является значимым информационным ресурсом. Но если у нас много единиц, то мы будем много раз менять и будет не совсем замечательно. Но так короче получается. Но так вроде бы короче получается. Правильно, но посмотрите в чем яма. Цепочка одинаковых состояний. И как вы знаете сколько их там? Да. Цепочка одинаковых состояний нас приводит к совершенно локальным последствиям, потому что мы опять упираемся в синхронизацию. Ты что-нибудь паузу делал? М? Ты что-нибудь паузу делал? В смысле паузу? Ну паузу. Я знаю, чтобы определить количество с каждым нуликом микропавловой. Ну не знаю еще. Хорошо. И на самом деле понятно. Вопрос к следующему. А как ее определить? Еще одним очень точным генератором задающим? Угу. Который будет иметь частоту в несколько раз больше, чем базовый? Да, да. Ну тогда побольше палубы. Или тогда придать на силу? Угу. Побольше палубы. В секунду целую, да? Ну тогда что у нас станет со скоростью передачи? Угу. Мышцы. Да вообще они. Вещей. Устанет медовности передачи сигналов. Угу. 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 Почти почку. Вот чтобы у нас не расползлись уже картинки. То есть вот такая ингредиция расползаться. Значит, такое конгрирование нас не спасает. Вот очень серьезная расформализация данных. Правильно? Угу. Угу. Как можно это решение исправить? Сразу скажу, что детектировать переход на приемнике схемотехнически гораздо проще, чем ловить в руках. Что можно сделать? Как можно сделать? Принять за единицу изныение – ну примерно полсантиметра, а вот этот сигнал будет одна штука. Это опять то же самое временное кодирование, то есть мы должны ловить момент, правильно? То есть мы должны жестко синхронизировать источник и приемник. К сожалению, это не всегда важно. Я уж не говорю о том, что со временем параметры, задающие генератор, скажем, сетевая плат 10-летней давности, имеет чуть-чуть другую частоту, чем много. Примерно. И нам все точно. Но если мы будем урезать частоту до того уровня, когда у нас ошибка простипнет цепочку в 1024 байта, мы потеряем скорость установки, что это будет не следует. Мы можем сделать вот так. Мы можем мунифицировать вот такой вот код в следующий момент. Единица будет у нас кодироваться положительным переходом. Ноль будет кодироваться отрицательным переходом. А что делать, если бы для этой единицы идут? Или дальше 3? Ну вот, смотри, сейчас мы на них приберем. Единицу мы опять кодируем положительным переходом. Ноль первую мы кодируем отрицательным. А дальше начинаем с веселья. Как нам сделать еще один отрицательный переход? А еще не внизу, да? Ну, в общем, да. Ниже нуля упасть трудно. Не может падать отрицательное напряжение, а? Нездорово. Нам лучше использовать бестабильную систему, чем 3 стабильную. Ну, тогда ничего не делать, просто не передавать. Как не передавать? Это значит еще информация. Куда вы денете, например, чисто черный фон из какого-нибудь фильма? Не будете ее передавать? Да, а зачем мне ее передавать? Сказать, что он черный, все. Как сказать, что он черный? Написайте голове, если здесь должен был быть черный фон. Ну да, в современном театре каждый подход используется. Да, с табличкой там. О, ратуша. Замечательно. У вас устроен такой фильм? И не знает какая-то уличка, а это черный фон. Да. Есть сомнения? Как нам передать сигнал? Как нам передать эту улицу? Ну, ниже принц. Пошли. Это будет 3 стабильная система. Хорошо. Предположим. Делаем еще один переход. Дальше что мы делаем? Еще ниже. Еще ниже. Еще ниже. Хорошо. Если мы кодируем хотя бы по 0 вольта на каждый переход, и мы хотим передать хотя бы 10 в шестой нулей или единиц, сколько у нас там напряжение? Кто-нибудь быстренько считает? 10 в пятый. То есть 10 в пятый вольт это сколько? Ну, 100 тысяч. 10 в пятый, да. Что произойдет тут, простите, с вашим бухлей? Ну, вообще, это такое, такое штуку не отправит. Я думаю, не справится. По диагонали, если оно поднимется, а потом опустится. Правильно. Так что, наверное, смотрите? Она просто не успеет диагональ заметить. Ну, на самом деле, тут получается не по диагонали, а возврат. Ну, да. Возврат, мы просто не замечали этот возврат, потому что это считает тот. Да. Он посчитан. Вот этот интервал мы можем обеспечить с помощью квартуса. У нас ошибки на одном периоде вполне тяжелые. Когда ошибка накапливается, мы вылетаем. Вот тактируем. Поэтому здесь мы возвращаемся сюда. Снова показываем в середине переход. Снова возвращаемся сюда. Снова переход. А здесь мы поступаем в совершенно право на одну сторону. И снова показываем положительный переход. Совершенная схема будет наиболее. Одна из наиболее совершенных. Не самая совершенная. Потому что у нее нет свойства самоконтроля. Но к этому мы сейчас вернемся. Мы самоконтролили. Что надо, конечно, контролировать? Правильно ли мы прочитали информацию? Ну, контроль на сумму. Это сложно. Чудо. Мы взяли, прочитали, быстренько прочитали. Это какая-то процессорная мощность. Нехилая. Особенно если у вас, скажем, диковинка загнать. Чтобы на канальной скорости быстренько считать контрольные суммы, принимаемые в пакетах. Ну, мало не покажется. То есть они, конечно, считаются, но после дороги производится верификация на физическом уровне. Какой недостаток у этой схемы? Ну, эти переходы, они могут стать заметными и за них могут произойти ошибки. Ну, это уже физическая проблема. Если у нас неисправленный передатчик и не дотягивает по углу. Это уже полно. Тут уже ничего не сделано. Ну, мы... То есть... Ну, мы... То есть... Ну, вот так вот и будет. Эти переходы не будут снизиться в заметку? Еще раз. Они всегда одинаковые. Они не суммируются. У нас идет базовый уровень, от которого вы прыгали. У нас не получится 100 киломольт. Ну, вот же у нас все ограничено. Это кран. Упрежение. Мы же не уходим ни под доску, ни на крышу. Какая проблема? Об этой проблеме я уже говорил. Верну доски. Специально ползу вниз, не стирая. Чтобы оставить до доски то, о чем я говорю. Вот этот, так называемый, манчестерский ход. Очень популярный. Используется, например, на дисках. Магнитных для хранения данных. Там не то, что мы рисовали. Оно именно переходный поделивается. Вот такими. И надежностями. Какая проблема? Смотрите у меня. А вот эта... Вот эту круглую штуку... Ее насколько легко передать? Ну, в идеале он прямоугольный на самом деле. Если я рисую, как он получается на самом деле. Прямоугольное все равно не получается. Здесь тоже вот такое падение. На практике. Сколько бесконечной частоты, чтобы получить четкий прямоугольный, не бывает. Понятно, да. В чем проблема? Что мы говорили насчет полосы пропускания и частот. Используем его выкодирование. Чем больше частота, тем тем больше пропускания, тем больше проблем. И тем меньше информации мы можем при прочих равных при какой-нибудь проводке. Если у нас провод пропускает, скажем, 10 мегагерц, ну, предположим, мегагерц, где-то утреное. Сколько мы сможем в Манчестерском ходе пропускать много данных? Мало. Сколько? Как соотносится частота следования данных? Два раза меньше нужно поедать. Два раза меньше. То есть половину пропускной способности канала мы совершенно бездарнейшим образом тратим на самосинхронизацию данных. Плюсы – это опошенный вопрос. Минусы – бездарные затраты пропускной способности канала с одной стороны. Из другой стороны, мы никак не можем поймать ошибку, если она возникает. Если мы просчитали не правильно, то мы это выясним только уже гораздо позже. Влияние производительности – это совершенно страшный образом. Поэтому при переходе от обычных данных газорнет, знаете, до 10 мегабит, фастового газорнет на 100 мегабит и гигабит, была принята немножко другая схема.